Статическое напряжение общее, а есть блоки. Блоки это прерывание энергии, а общее напряжение это другое. И вот общее напряжение лечится водой, поэтому не смогли зайти сегодня в воду. Надо заходить 28 градусов, начинать в бассейн и 70 минут там плавать. Начинать раз в неделю, потом два раза в неделю. А потом уже статические упражнения через три недели только начинать делать. Когда вы общее статическое напряжение уберете, легче будет статические упражнения делать. Но их тоже надо делать, потому что когда вы энергию воды в свой организм введете, ее надо потом всасывать в организм. Когда человек не двигается, он всасывает энергию воды в организм. А если вы просто в воде будете лежать, то у вас тоже начнутся проблемы. потому что нужно эту энергию всосать, иначе она гулять начнёт и создавать проблемы. 28 градусов – это самая горячая вода из всех холодных, то есть 29 уже не чистит организм, статическое напряжение чистит только холодная вода, 28 – это ещё холодная, 29 – уже тёплая, поэтому 28 градусов – в 70 минут 5 слоёв чистится, а вот в той воде, которой мы стояли 7 градусов – это проходит за 10 минут, то есть чем быстрее чистка, тем сильнее воздействие воды на человека, поэтому ваш город благословлён этой хронической рекой, которая не нагревается даже летом, и это благодать Божья, когда на улице 30 градусов, ты заходишь в воду плюс 7, это реально так сильно помогает для здоровья, и это очень приятно вообще, вот если вы зайдёте, вот всегда в ледяной воде только первые 2 минуты тяжело, и люди думают, что дальше будет ещё хуже, а вопреки этому ожиданию через 2 минуты становится хорошо и нормально. Вот кто сегодня заходил, они заметили, что сначала раз, а потом раз – выслабиваешь, всё и стоишь просто. Песни перед там стояли в воде, всем было хорошо. Поэтому у вас прекрасная река, я думаю, блин, как классно, что у людей есть такая река, которая никогда не нагревается, в ней так классно здорово. Это просто супер вообще. Такая приятная вода, вот эта плюс 7, плюс 4. Это классная вода очень. Ну вы сейчас мои слова не сможете понять, как вот Миталий Геннадьевич уже загибает. Нет, я не загибаю, я вам серьёзно говорю. Это так нам есть. Потому что такая вода лечит колоссально человека. Просто любые заболевания можно идти этим методом. Сначала холодная вода, потом парная, потом опять холодная вода. Этим методом можно вылечить очень много чего. Очень много чего. Просто одни мои колоссальности. А если ещё добавить длительную кольбу и пласты, тогда вообще что-то. Можно хвалу? Вода вас лечит, да. Вот когда вы стоите, вы статикой лечите, а в воде – вода вас лечит. Так вы аскезы себя лечите, а так вода вас лечит. А в ванну? Можно в ванну. Не подвижно? Ничего не подвижно, может и балкутация. А вот холодная вода, 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 и потом в ванну ощущал? Да, потому что когда сильное статическое напряжение, оно как проклятие. Человеку ничего нельзя делать, не пласты делать. Если вы сейчас паститься начнёте, у вас будет жуткое перенапряжение внутри. Вам нельзя не паститься, не двигаться, вам надо начинать вода – это основа жизни. Начинать с воды, водой вылечились, потом статические упражнения, потом длительное движение, потом только пост. И если по этой последовательности делать, то у вас всё будет классно. И вы помолодеете сразу. Я приеду сюда, когда на следующий год, то вы уже будете молодая, счастливая. Если всё будете делать правильно. Я же не старый, не выгляжу старым. И вы также тоже можете. Организм имеет такой ресурс, такую возможность. Спасибо. Сегодня бегала с нами, старалась. Я первый раз пробежала на платье, но это никогда не было. Да? Да. Классно. Я только хотела. Видите, как хорошо, да? В чём вопрос? Олеговна, я хотела сказать слова. По голоданам, она с 13 лет не могла выйти домой. И она два года, по вашим методикам, она ей поставила, и всё. И вот она теперь, ну, до свободы, она ушла. Ну, до любого мужика можно притушить, при желании. Надо просто знать, как это делать, всё. Есть знания. Ого. И вот я вчера говорила просто у молодого человека, как у него напряжение такое. И я ему говорю, давай вместе жить. Вот. И он сказал, что подумает. И сегодня утром он мне написал, что вообще не будет жить в ближайшее время. Когда будет, не знает. И если я не готова ждать, то как бы и не валяется. Вот. И я вот не знаю, где же есть, чего ждать. Или... Что мы делаем? Как его зовут? Никита, да? Я как бы готова ждать? Так, спокойно. Унизилась перед человеком. Потеряла себя, не нужно. В таком формате отношения строить уже дальше нельзя. Всё. Будет только хуже. Уже всё. А, ну, это называется оскорбление. То есть то, что он так вам сказал. Ну, если действительно в таком формате, как вы сказали, примерно. Он на него так сказал, а то не менее. Это уже опасно, потому что человек превысил свои полномочия, он переступил черту, которую Бог не разрешает переступать. Это опасно. Это предупреждение для вас. Надо поставить на паузу отношения. Ну, в таком формате нельзя общаться. Чётко. Не привязывайтесь к человеку. Бог даст другого для необходимости. Всё зависит от Бога. Бог решает. Вы впали в зависимость от человека. Всё-таки впали в зависимость. Несмотря на молитвы. И Бог вам дал знак через него сейчас. Он начал портиться, прокисать начал в отношениях. Неправильно себя повел. Чувство собственного достоинства является критерием отношений. Никто не имеет права предавать. Предательство неуместно. Если вы ничего плохого не делали, он так начнется вести, значит нужно дистанцию посмотреть ещё, понаблюдать за ним. Но уже как бы первая ласточка прилетела нехорошая. Вот перед таким человеком у вас нет обязательств, который так сделал. То есть нужно сейчас на паузу. Он должен извиняться за примерно вот такие слова. Ну, не готов, не готов. Это нормально. Но если он при этом, как бы, вам намекнул, что типа… А? Ну, если мне нравится, попробуйте. Ну, если мне нравится, попробуйте. Будьте осторожны с ним. Вы чуть-чуть на паузу. Ну, то есть ему, например, не писать, пока он сам остался. Да-да-да, всё вот в таком случае, да. Угу. Он так осторожен. А? Он так осторожен человеком. Будьте осторожны. Ну, то есть он действительно сейчас не готов, но он должен его это сказать очень вежливо. Потому что сама по себе неготовность его – это его проблема, а не ваша. Потому что если мужчина общается, он обязан идти в сторону семьи. Никакой мужчина не должен общаться ни с какой женщиной, если он её не ведёт к браку. А если он это делает, то это греет. И, как бы, если он не понимает этого, то это его проблема уже не ваша. И надо осторожно уже с ним общаться. То есть может быть и нормально, но он должен по-другому это был сказать. Вопрос не в том, готов он или нет. Вопрос в уважении. Без уважения любви нет. Нет отношений. Он должен уважать вас, как женщин, и добиваться вообще-то вас. Наоборот, как бы игнорит. Вам надо себя взять в руки и показать достоинство в отношениях. На такие слова надо ответить паузой какой-то. Дальше, если ему надо, то сам будет пытаться включаться в отношениях. А я вам сейчас объясню. Это пытаться поднять пьяного. Понятно? Валять дурака. Его хоть валять, хоть не валять, он все равно не встанет. Поэтому, если мужчина не включается, вы не сможете ничего сделать. Это его проблема. Это значит, что он незрелый, не готовый. Поэтому вам надо сейчас перестать валять дурака. Нужно копить свое достоинство в отношениях. Учиться достоинству сейчас. У вас проблема. Вы потеряли себя немножко в отношениях. Вы подпортили человека. Не надо навязываться женщине в отношениях никогда. Если мужчине надо, то он включится сам. А если он не включается, значит, он не готов к отношениям. Или не может, или не готов. Но это уже его проблема, не ваша. Это значит, Бог вам не давал этого человека. Бог дает всегда тех, кто готов. Проверьте, испытайте. Если он хочет, включается, то подождите. И если нет, значит, тогда до свидания. Но включается то, что он там извиниться и будет дальше сама? Ну, конечно, он должен как-то, мы должны ему показать, что в таком тонне отношения неуместны. Если он это понял, дальше движемся вперед. Нужно воспитывать человека. Всегда семейная жизнь означает воспитание. Если человеку не поддается воспитанию, он не готов быть вместе. Попробуйте, повоспитывайте. Посмотрите, как он по-доброму. Просто не включается. Сами однозначно не надо писать. Женщина вообще не должна первой писать никакой. Чем? Чем? Всегда вспоминаете песню про бабок-ёжик. Думал, а мужчина, что за чертовщина? Вот. Всегда такое может быть. Чертовщина может быть. Поэтому женщина никогда не пишет. Она испытывает это, чертовщина или мужчина. Если он сам добивается, значит, мужчина. Если нет, значит, чертовщина. Человек может быть хороший, конечно, но вопрос, мужчина или нет. Мужчина всегда ответственно, женщина себя ведет. Но не готов сейчас. Ничего страшного надо сказать. Я тебе готов. Не готов, но обещаю. Там и так далее. А если это как бы… Сиську сосать и брать замуж – это разные вещи. Для того, чтобы брать замуж, надо стать мужчиной. А пока человек сосёт сисью, он не может быть мужчиной. Чтобы стать мужчиной, для этого надо брать ответственность. Показать, что ты не сосёшь сисью, а принимаешь решения. Надо разобраться, на какой стадии человек находится. Если бы вам хотела счастье. О, какие красивые. Что-то. Ну, тогда я вам один банк. Вот он. А остальные надо поставить воду. Решили вопрос? Всё? Да, спасибо. Ну, вот задние вот женщины. Да. Вы, вы, да. Садитесь, садитесь. Спасибо. Я хотела бы проводить тесты. Ну, мама назначена операция, но она в ягоде. Но в ягоде надо будет. По челковком поводу операция? В желчной бане. В желчной бане. В желчной бане, но она в ягоде. В желчной бане. В желчной бане. Ой, я так не люблю этого. Ну, он там забит уже, что ли? В желчной бане. Ну, он забит. Всё. Не работает желчная? Не знаю. Ну, она весь год у него. А у нее, у нее, у нее есть приступы какие-то там, боли? Были приступы, но было непонятно, от чего. Вот мы недавно ездили. Сейчас прошли. Да, приступы прошли. Могут что-нибудь поесть. Ну, есть корень аира, допустим. Если его пить, он рассасывает камень. Пробовать можно. Угу. Надо посмотреть в интернете рецепты для растворения камни. Может он растворится с помощью травы. Операция – это уже последнее дело. Если вы, ну, как бы, опять же, вот такие формируются камни, все эти опухоли в организме. А питание – после шести вечера. Если человек после шести вечера ест зерновую пищу, бобовую, молочную, мясную, рыбную или сладкую, то вся эта пища уничтожает его жизнь. То есть вечером можно есть фрукты, сухофрукты, тушеные овощи, зелень, свежую зелень, тушеную зелень, орехи, гречку, киноа, мед. Вот эту пищу можно есть вечером. Все остальное нельзя. Если человек наедается на ночь, что у него формируются камни или опухоли, или лишний вес появляется. Все это сокращает продолжительность жизни. Поэтому после шести вечера надо очень внимательно следить за питанием. Если человек кушает, что попало вечером, то результат очень печальный может быть. Вот что покушала белого, что вчера вечером покушала? Вот рядом вы до шести, а потом не ела после шести? Будьте осторожны, у вас есть предрасположенность к несварению. Будьте осторожны. Торгом токсина достаточно вырослого организма. Торгом токсина достаточно вырослого организма. Понятно? Да. Ну то есть правильное питание по вечерам раз. Потом дальше корень аира перед едой пить по четверть чайной ложки на стакан воды. Начать потихоньку. Смотреть какая реакция будет. Я не могу решать вопросы таких тяжелых состояний просто с людьми, которые не слушают лекции. которые находятся в пожилом возрасте и в критическом состоянии. Можете не задавать мне эти вопросы. Заранее вам говорю там. Рак четвертой степени, давление 240, камни в желчном оперировать или нет. Все это решается очень индивидуально, очень серьезно и под наблюдением. Если человек, вы хотите чуда от меня, то чудес я не делаю. Я могу с такими критическими состояниями работать очень и это требует огромных сил. Поэтому я говорю лучше методичку читайте. Заранее я вам говорил это вчера. Заранее лучше начните правильно жить, чтобы потом когда как бы уже вам помирать пора, а вы ко мне подходите и говорите, что делать, уже как бы могилку готовить, что делать. Ну мои дорогие друзья, вы поймите как бы, что жизнь это серьезная штука, надо к ней относиться серьезно. Думаете, если вы день достаточно зарабатываете, больше ничего делать не надо? Ничего не получится, нужно серьезно жить. Правильно жить, нужно учиться. Ведите правильную жизнь. Потом я не знаю, что делать. Когда вы идете, живете неправильно, вы ничего не выполняете. Потом, когда уже критическая ситуация, то что я могу сказать? Это очень сложно помочь человеку, который довел себя до ручек. Очень сложно. Любому человеку, даже очень хорошему врачу. Поэтому лучше лечитесь раньше. Профилактика это основная медицина. Везде и всегда. Все врачи вам это скажут. Вот почитайте методичку, делайте все как там написано. И через год, через два, вы однозначно меня за это поблагодарите. Все, кто по методичке живут, ну 85-90 лет. Примерно такие цифры. Не 60, не 70, а 90. Потому что там рассказываются правила продления жизни, очищения организма от блоков. Потом блоки очищены, сразу хронические заболезни лечатся. Хронические болезни вылечились, дальше лечится судьба у человека. Потому что эти психические блоки также на судьбу влияют. И так постепенно все лучше. Качество жизни улучшается постепенно от того, что человек правильно живет. Здоровый образ жизни. Ну а если неправильно живет и в критическое состояние организм пошел, его вытаскивать оттуда очень сложно. Нужна индивидуальная работа с хорошим врачом. Найдите хорошего врача, который будет индивидуально работать с вашими родителями. И тогда будет какой-то результат. Но если вы хотите, чтоб я двумя словами решил эти вопросы, это невозможно. Я бы, конечно, этому мужчине начал рекомендовать ванны вот эти 28 градусов. Но бывают такие ситуации, когда человек в ванну заходит, у него давление еще сильнее подскакивает. Потому что уже организм не терпит воду. Значит надо возле деревьев сидеть ему. Потому что это еще мягче воздействие. То есть и сидеть там не сразу на 5 слоев, а потихоньку увеличивать нагрузку. Вы мне сказали, что у вас здесь только тополь растет, только береза, осина, сосна и гель. А я вам говорю, что у вас куча каргачей или вязов там, надо чуть-чуть отмечать друг от друга в городе. А это как раз деревья, которые хорошо лечат суставы, хорошо лечат позвоночник. То есть это очень лечебное дерево. Тут много понасажено у вас по городу. Есть также и клён. Я говорю, что клён тоже есть. Но для того, чтобы давление лечить, нужна осина. Ее тут полно. То есть отец садится к осине и сидит, начиная с 40 минут. С 20 минут начиная. 20 минут один слой очищает, пассивный дерево чистый. Блок находится на третьем слое. То есть когда он научится час сидеть, то у него начнет лечиться давление. Надо это делать раз в два дня, допустим, сидеть после дерева, немножко увеличивая нагрузку постепенно. И когда уже у него появится результат, ему станет легче, то тогда можно на ресопилке заказать бревно осины, подложить под кровать основание ноги верхушкой в голову. И он будет спать там примерно в 30-40 см на расстоянии мокраса от бревна. Если он будет спать, то осина уже будет лечить его репепторно, вот таким образом. И потом дальше уже, когда давление лучше станет, надо 28 градусов там уже начинать лежать в воде, потихоньку ходить начинать и так выкарабкиваться. Ну, больше не знаю, чего вам посоветовать. Второе. А? Моя хорошая, это преждевременно. Потому что неизвестно, я же не видел человека, я не знаю, на каком уровне находится его организм. Можно кровать из осины, ему еще хуже станет. Ну, то есть надо начинать посидеть после дерева, посмотреть, будет, какое давление или нет. Если оно будет успокаиваться, значит, организм еще способен лечиться. Значит, можно вот так действовать дальше. Люди иногда себя до такого доводят, что ничего ему нельзя. Чуть с водой как бы контактировал – хуже стало. На свежий воздух вышел – хуже. На солнце побыл – хуже стало. А это значит, что у него организм уже ничего не принимает. Он себя до ручки уже довел. Такое тоже бывает. Давайте кто-то не спрашивает. Ну, вы спросите. Вы сегодня ходили с нами пить? А чего? А? Хотела это уже неплохо. На начало. Здравствуйте, Александр. Очень приятно Вас видеть. Давно слушаю Вас. Наверное, это тоже год. Спасибо. И моя директриса посоветовала Вас послушать. И вот с этого момента я Вас очень ценю. Хотелось Вас спросить по поводу здоровья тоже. Это касается холестерина. Вот завышенный холестерин прямо очень… Это на третьем слое психическом. Динамический блок – токсины. Поэтому надо было сегодня прийти к стадиону. Токсины? Ну, или негативный тонус. То есть, мы хорошие… Ну, я Вам расскажу сегодня на лекции, что это такое вкратце. А если хотите подробно, то металлическо. У меня просто… Обычно холестерин там в среднем должен быть пять, ну, семь, да. То есть, без надачи, к сожалению. У меня, наоборот, вес нормально. Я спортом занимаюсь три раза в неделю. А холестерин – десять. Моя хорошая, вот смотрите. Сколько по времени Вы тренируетесь? Два часа. Два с половиной. А чем, каким Вы занимаетесь спортом? В спортзале. То есть, Вы тренировка… Куда тренировка была в последний раз? Сегодня. Сколько… А, сегодня. Со скольки она была? Четырех до шести. А что Вы там делали конкретно? У меня разные группы мышц. Потом, например, на верхние группы мышц, потом на нижние… Сейчас, я посмотрю. Раз, два… Ну да, три слоя Вы прочистили. То есть, Вы не сильно интенсивно тренируетесь так. Три слоя, чуть больше трех слоев – это уже хорошо. Как часто? Три раза в неделю? Угу. Ну вот, нужно перестать жрать на ночь. Вот, потому что никакая тренировка не поможет. Вот, допустим, раз, два… Не вчера, не позавчера, а позавчера Вы поели вечером так, что у Вас холестерин поднялся. Чего Вы там поедете? Угу. Угу. Не помню. Не помню. Вам напомню? Давай. Что-то пожарила там на ночь? Нет, я жарила не делала. Ну а что, значит, тяжелая, что-то хлебушек, там, тортик. Такое не я, в общем. Ну а что на ночь выйти? Белок. Какое? Яйцо и… Овощ. Вот, яйцо, все. Яйцо достаточно на ночь, чтобы принялся в холестерин. Угу. То есть надо только овощи, фрукты на ночь. Молочное нельзя, ничего. Молочное. Мясное нельзя. Можно гречку, тенула, овощи тушеные, кроме помидор и картошки. Угу. Вот. Ну, так вот. Фрукты, сухофрукты, мед можно на ночь. На ночь питание оформить правильно. И по вторникам, это день очищения организма, раз в неделю. Или пост на воде, пред 6 часов. Или пост на зелени. Допустим, весь салат в блендере взбиваете и пьете сок из него. Весь день. То есть вы тренировки делаете, продолжаете, они вам помогают. Но без постов и без правильного питания на ночь, вы холестерин в организме убрать не сможете. Если вы будете продолжать тренироваться вот так, и плюс добавите или пассивный пост, вот то, что я вам сказал, или активный пост на воде. Можно добавить также вода, баня, вода. Если в бане сильно жарко, то за 7 минут слой очищается, это надо 28 минут лежать. Если не сильно жарко, значит 8 с половиной минут очищается, значит это где-то 32 минуты. И если совсем комфортно, парной, значит тогда 35 минут, где-то 30 минут в бане лежать. Сначала вода на 3 слоя хотя бы, или лучше на 5, потом в бане, потом 5 вода. Методически написано, как это делать правильно, это тоже убирает токсины из организма. А получается баня сухая или в вашем случае? Ну лучше сухая, потому что сухая баня, она динамическое напряжение токсины чистит. У вас как раз динамическое напряжение токсины. Спасибо большое. Можно еще вопрос? Это по поводу вообще возвращения людей из прошлого. Допустим, это был молодой человек в моей жизни. И мы встречались 3 года назад. Он открытый. И вот недавно снова объявился, попросил прощения. И у меня до сих пор ощущение, что как будто у меня какой-то свой блокирование. У меня никого нет. Ну попросил прощения, надо дать шанс. Дайте людям шанс. Нет, просто попросил прощения, чтобы выгложили то, что он сделал. Вот. Ну простить не им тогда. Ну я простила. Я сказала, что я простила и действительно отпустила. Но просто вопрос в том, что может ли действительно быть похожий человек как-то там. Май-май какую-то находит, что у меня никого нет. Да. Что у меня до сих пор никого нет. Хотя... Рассасываешь швы на рубашку. Заряжаю воду. И пью потом заряженную воду сам. Мой хороший, ну... Знаете почему ковбой Джонни уловим? Потому что он никому не нужен. Ну... Зачем его на вас наводить магию? Ну это ж надо там с ума сойти, чтобы магию на человека навести. Это... Только сил надо потратить. Ну... Зачем? Вы, девушка, спокойно живете, себя никого не трогать. Зачем на вас магию навести? Скажи. Кому это надо напрягаться так себе? Ну... Объясни. А что вы тогда вы думаете? Не знаете, да? Причину. Почему не могу? Что-то нет сил, возможности. Три года назад все нормально было, а сейчас не могу. Потому что плохой период. Потому что бывает судьба моя хорошая. Вот видите, как сложно это понять. Легче кого-то перевести стрелку, чем понять, что моя судьба. Через семь месяцев закончится этот плохой период. Опять будут появляться разные проера. Но если вы не будете правильный образ жизни вести, молиться, что заслужим, то и появится. Понимаете? Поэтому нужно правильно жить. Увеличивать свою аскезу, свой аскетизм, нравственную силу, духовную. Когда свою силу человек увеличивает, то у него лучше и лучше жизни. Налаживается потихоньку. Учитесь жить. Мы научились там работать, деньги зарабатывать. Надо теперь научиться жить. Вот если бы вы знали, как правильно жить, вам бы вот так вот выйти замуж. Вот так, легко. Но вы не знаете. Из-за этого мучаетесь. Не хватает силы. Это нравственная сила. Надо любить людей всех, улыбаться всем на улице. Понятно? Всех людей радоваться людям всем. И выйти из состояния зависимости от нехватки мужика в жизни. Когда женщина в зависимости от такой живет, она остается одна. Надо стать сильнее мужчин. Когда женщина остается, она сильнее мужчин. Она подчиняет эту силу мужскую своей воле. Когда девушка у меня спросила, как я буду знать, что скоро выйду замуж. И ответил, что когда тебе эта мысль не будет так важна, и будет и так хорошо самой. В тот момент ты познакомишься с человеком. Он говорит, ну а познакомиться, а что дальше? А дальше ты должна быть сильнее его. И заставлять его своей волей самому звонить. Надо тянуть рыбу. Если на крючок она попала, правильно тянуть технику. Дитягивание из водоема. Понятно? Сила на все нужна. Побеждает сильнейший везде в жизни. Есть сила. Женская сила в чем заключается? В любви к людям. Если женщина заботится обо всем, желает счастья, всем людям хорошо относится, любит, то она копит вот эту силу. И Бог, когда она накопила, вот прямо сейчас у вас энергия уже поменялась, вижу, что пошло правильно настроиться, уже у вас это, пошло притяжение уже. Не откалкивай. А? Да. Дело понятно теперь, Олег Геннадьевич. Поехали. Вперед. Мне нравятся сильные люди. Женщина должна быть сильной или нет? Обязательно. В чем? В своей способности служить, заботиться, любить. Вот, допустим, парень на вас посмотрел, что дальше надо делать? Да? Ничего? Надо что-то делать. Что надо делать? Ну да, улыбнуться вперед. Чуть-чуть улыбнуться и дальше все. Сейчас его песни выключил классно, вы поймете, что надо делать дальше. Поехали. 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 Сила везде, это есть сила, женская сила, любовь к людям, радость, женская радость, доброта к людям, желание помогать, заботиться, у женщины есть два состояния, первое состояние мечты, мечта, женщина мечтает в основном зайти замуж, слабое состояние, второе состояние действие, какое действие, служение людям, есть мама, есть папа, есть брат, есть подружки, о всех заботимся, всех любим, включилось действие, перестало мечтать, стало скопчать силу, а для того, чтобы энергия была, для этого надо солнце, воздух и вода, но говорит, нет солнца у нас здесь, нет солнца, значит, надо вытаскивать его из людей, понимаете, девочки, что значит красный? Красивый, что значит красивый? Девушка красная, краса, что это значит? Солнечная, значит, она впитала в себя солнечную энергию, а ты в ней забираешь, радуешься ей, радуешься, красной девице, радуешься. Красную, у женщин солнце идет в красоту, а у мужчин в радость. Вот женщина, если позитивно настроена, она становится красивой, если она печалится, она некрасивой становится, потому что красота это солнечная энергия. Если девушка настраивается на красоту, то есть она любит людей, она обожает людей, значит, красная девица, обожает людей, то в это время она впитывает в себя тонкую невидимую энергию солнца, которая называется тэджас, это невидимая энергия солнца, радуется людям. Потому что, чтобы радоваться, нужно быть сильным, потому что некоторые люди боятся радоваться, они смотрят, стесняются. Надо быть сильным, чего стесняться? И так он хватанул солнечной энергией, дальше все с ним произойдет. Нагреется, да? А потом дальше надо ее куда-то девать, и он должен отдавать ее. Он, значит, как мужчина дает, он радуется. Ну вот в песне об этом и говорится. Но видно отдает слабо, потому что перегрелся. Матушка родная, той воды голодной, сердце в мое солна кидает в жар. Изучайте. Станьте красной девицей. Надо радоваться, перестать печалиться. Я углазил. Перестаньте печалиться. Радуйтесь. Понятно? По-женски радуйтесь. Любите людей. Ладно. Все, мои хорошие. Сейчас мы же лекцию будем читать. Так, кто сегодня в воду залазил? Теперь у меня вопрос. А кому плохо после этого стало? Честно. Зал, смотрите. Зал. Ни одной руки. Поняли? Где, где одна? Ну-ка. Вам хуже стало? Ну, давайте с вами поговорим. А? В баню не пошел. Вот, видите, он в баню не пошел, инструкцию не выполнил. И холод, да, сейчас смотрим. Холод. Мой хороший, надо домой приехать после лекции. Весь, чем вы, главное. Хорошо? Да. Когда? Ну, когда я приехал. Легче стало, господи? Понял, да. А вы после теплой, холодной опять сделали? Нет. Нет. Видите, вот, все надо делать, все по инструкции. Видите, он не сделал по инструкции, стало плохо. Поэтому не шутите с холодной водой. Делайте все правильно. Сначала холодная, потом теплая, потом опять холодная в конце. Иначе могут быть проблемы. Некоторые не слушаются меня, делают по-своему. Получают результат. Спасибо вам. Подтвердили еще раз то, о чем мы говорим. Ладно. Итак, мы с вами вчера изучали, что такое судьба. Сегодня продолжим. Мы ведь с вами узнали, что есть энергия времени. Она самая сильная, непреодолимая. Она в грубом теле, в организме. Время. Увеличивает старость постепенно. А в психическом теле постепенно увеличивает количество трудностей. Есть психическое тело. Постепенно трудностей больше становится. Это тоже как старость психического тела. С каждым днем все непосильнее кладет. Все, что нам назначено природой, надо благодарно принимать. Маленькие дети, они даже трудности воспринимают легко, им легко. Они радуются в жизни, смеются. Чувствуют природу, солнце. Все чувствуют. Вот с возрастом человек, как будто его блокируют от свежего воздуха. Еще врачи говорят, что это опасно. Солнце нельзя, воздух нельзя, вода нельзя, все тяжело. И человек боится всего этого с возрастом. С возрастом увеличивается количество трудностей постепенно в жизни человека. Но если человек становится мудрее, то есть он знает, как правильно жить, то он справляется с этими трудностями. Когда он не сможет отправляться, тогда начинается старость. Что такое старость? Это и физическое состояние, и психическое. Физическая старость это болезни. Психическая старость это надлом. Когда человек уже не верит в свою судьбу, в свою жизнь, в сломанный человек, значит он дальше будет постепенно сворачиваться его жизнь. Потому что Богу не нужна такая жизнь, в которой человек не развивается, а только скорбит, печалится и все прочее. Значит он будет постепенно уходить из жизни, умирать. Или радуйся жизни, лечись или умри. Видите, у нас две опции. Но большинство людей только тоже две опции, но они другие. И сдохни или умри. У них такие две опции, у большинства людей в жизни. Потому что они живут неправильно. Или они лечатся и умирают, или они лечатся и вздыхают. С них два варианта всего есть. Но лечение это тоже не способ счастлива жить. Счастливо, чтобы жить, надо изучать, что такое аскезы. Аскезы это вот те действия неподвижное положение тела, вода, длительное движение, свежий воздух, солнце, хвост. В бане это тоже энергии, солнце и воды. Дальше режим дня, правильное питание изучать надо. Эти все аскезы дают здоровье человеку. Но здоровье, если нет хорошей судьбы, нет семьи, нет детей, нет работы. Здоровье нормально, нужно, если нет жизни. Нужна еще жизнь. Для этого нужны добрые дела. Аскезы дают человеку здоровье и качество жизни хорошее. То есть он легко жить, счастливо, радостно, хорошо. И это предрасполагает дальше к тому, чтобы иметь семью. Но чтобы ее сохранить и чтобы сохранить работу, семью, детей там завести и воспитывать. Для этого нужна другая сила. Называется благочестие. Сила благочестия, когда у человека способность есть сохранять отношения, развиваться на работе, воспитывать детей, правильное отношение с родителями строить. Это все за счет силы внутренней тоже производится. Потому что некоторые психологи в основном говорят, при чем сила? Надо просто выстроить отношения. Вот, например, ты приходишь к психологу, говоришь, мне больно. Он говорит, ты себя успокаивай. Ну, такому психологу надо в задницу иголочку воркнуть. И он скажет, да, мне больно, вытащите. Ты себя успокаивай. Нет, нет, я не могу успокаивать, иголочка в задницу. Ну, тогда что-то советы такие дают. Потому что есть физическая боль, есть психическая боль. Психическую боль точно так же не успокоишь, как физическую. Психическая боль убирается силой. То есть надо взять и вышвырнуть того, кто тебе иголочку воткнул. И вытащить иголочку. Это физическая сила должна. Психическая сила тоже силой убирается. Можно психическую боль тоже вышвырнуть из своего сердца. У меня когда плохой период судьбы начался, и очень больно мне делали люди. Ну, по судьбе так положено. У меня отнили мои соцсети, представляете? То есть под мои минимумы люди пишут свои посты. Ну, как будто я это делаю. Я ничего не могу сделать, потому что обман произошел. Помощники взяли и переписали на себя соцсети. Очень больно это все было. Там один пост был вообще, что я мясо советую. Мы уже начали обращаться сразу к адвокату. Он испугался, человек перестал это писать, что будет уже преследование дальше судебное. И мне было очень больно, обидно. Я стоял в ледяной воде в каждом месте. Ледяная вода убирает обиду. Знаете, как здорово. Ты стоишь и прям раз, и выходит, если обиды. Классно знать об этом? Вот ничего, ни самовнушение, ни молитва не помогает. А вот ледяная вода так, чух, и ты все, и ты не обиден. Ты сильнее стал этого события. Потому что обида это не хватка энергии знания. Есть энергия знания у человека. Ее можно, когда судьба плохая приходит, она у тебя вытаскивает энергию знания, и тебе становится обидно, гнево, отчаяние. Бьется, как птица в клетку, в сердце. А ты знаешь, что тебе не хватает энергии воды. Это когда человек нервничает, раздражается, все время злится, у него чувствительность высокая. Не могу, не вверх, не вверх, не вверх, не вверх. Этого человека. Да не хватит энергии воды, значит, не хватает. Наполняешь все энергией воды, и нормально, становится спокойно. Вот кто из вас начал с водой контактировать, больше как-то спокойно стало. О, видите, он сколько людей. Знают уже то же самое, науку. Энергия воздуха убирает слабую волю. Воли, когда не хватает силы, воли не хватает. Сил нет. И слабая воля, это же так же, она действует и на тонком плане, допустим, когда люди смеются над тобой, или выгоняют тебя откуда-то, или не дают тебе двигаться вперед, там, по должности нет продвижения. Это значит, что волевой силы твоей не хватает, на это все. И слабая воля побеждается длительным движением. Ходьба, или движение, или бег. Ну, это тоже надо изучать, как это правильно делать. Она убирает блоки вот таких вот, невозможность продвигаться в жизни. И человек пробежал, допустим, и у него, или не выгнали его с работы. Я так скучу таких случаев знаю. Человек начал длительное движение, и у него нормально все. Причем надо понимать, что тренировки, это не совсем то, о чем я говорил. Потому что, вот допустим, человек длительное движение совершает, ходьбу 4 часа, а не прорывную. Вот попробуйте 4 часа в спортзале находиться. Вы сможете? Это невозможно, но это очень трудно. Перегрузится организм. А ходьба, это естественный способ очищать организм. То есть, человек идет, просто идет, и он очищает слой за слоем. 48 минут прошел, первый слой психический. Дальше еще 48, второй, потом еще 48, третий, потом еще 48, четвертый, потом еще 48, пятый. Всего 4 часа раз в неделю. И он все 5 слоев очищает, а значит воля у него пробивается, и в жизни все, удача приходит. Он живет, у него все проблемы решаются, потому что он идет. С музыкой. Ну, хороший. Ну, допустим, вот такая музыка. Такую музыку не надо слушать. Негативная музыка. Не надо такую музыку слушать. Это негативная музыка. А, допустим, молитвы слушать очень хорошо, лекцию слушать. Когда человек идет, у него ум включается. Когда человек стоит, разум включается. Когда стоишь, молишься, идешь, лекцию слушаешь. Я вот бегал с вами, и всем желал счастья, а параллельно у меня наушники, заметили бы лягушат? И я там слушал лекцию своего духовного учителя на хиньи. Я одновременно хиньи учу и лекцию. Слушай, класс, скажи. Вам непонятно, зачем на хиньи. Надо все на русском, молитвы научить. Я человек мира. Я всех люблю. В Америке пришел лекцию читать. Все пришли, украинцы, русские. Все слушали лекции. В Европе тоже. В Китае даже лекции читают. Все слушали лекции. Всем хочется правильно жить. И так, вот смотрите. Если человек чувствует, что нет настроения, все плохо, как-то тяжело, значит, нужен пост. Потому что пост всасывает в человеку энергию солнце. Вот, допустим, если сильные блоки, токсины в организме, человек на солнце вышел. Почему врачи солнце не рекомендуют? Потому что он на солнце вышел, токсины сразу пошли в кровь, ему плохо стало. Это называется солнечный удар. Но если человек постится, у него никогда токсины не пойдут в кровь. Он вывел токсины на солнце, он в солнце всасывается нормально. Проблем нет. Даже если солнца мало где-то, как у вас, допустим, то оно все равно всасывается. Потому что есть тонкая, невидимая энергия солнца, называется тэджис. У вас в Иркутске бывают жизнерадостные люди? Бывают? А жизнерадостные – это энергия солнца. Я уже перепутал все. У меня поездка была. От вас в Владивостоке через два дня. Потом Хабаровске, потом Иркутске, потом Новосибирске. Все сибирь. Откуда у них энергия солнца, если солнца нет? Почему они жизнерадостные? Потому что есть тонкое, невидимое солнце. И оно всасывается, когда человек радуется. Мужчина от чего радуется? От побед. Когда он в жизни преодолевает, что-то он радуется. А женщина от чего радуется? От любви к людям. Все им все хорошие, вокруг она радуется, вокруг все хорошие. Женщина радуется от любви к людям, мужчина радуется от побед. С этого начинается победа над судьбой. Если нет нормального внутреннего ощущения, нет, значит нет жизни. Все начинается с того, что человек любит природу. Природа – это основа жизни. Надо любить свежий воздух, любить Енисей. Прекрасная, красивая, челебная река Енисей. У меня электричества нет в компьютере. Эти ключи есть. Она очень полезная. Даже если вы просто глазами на нее смотрите, вы уже получаете здоровье. Я уж не говорю о том, чтобы туда залезть еще. Вообще-то для этого. Так у человека есть время, энергия времени. Она ставит физическое тело постепенно. И психическое тело накапливает трудность постепенно. Но это не является проблемой. Вот это вот действие времени, вот это время действия времени, вообще не является проблемой. Ну, чуть-чуть стареешь, потихоньку, там, в 90 помер. Нормально. Никто не жалуется, когда в 90 помирает. Все жалуются, когда 50-60 лет. Теперь внимательно слушайте. Есть еще циклическое влияние времени. Оно связано с нашими поступками прошлого. Если бы мы плохо не грешили, плохо не поступали, тогда бы и не было этого циклического влияния времени. Но так как мы сами как бы создаем все проблемы своими поступками, то поэтому возникает циклическое влияние времени. Что значит циклическое влияние времени? Это значит, приходит время и наступает тяжелый период. Вот вздыхаете правильно вот на третьем ряду. У вас тяжелый период идет. Вот так вот, волос. Женщина, да, вы. Да, тяжелый период заканчивается уже. Долго шел, долго шел. Тяжелый период, 20,5 года. Это от чего? Из прошлой, даже позапрошлой жизни прилетело. В конце позапрошлой жизни вы нагрешили жестко. И вот вторую жизнь отрабатывают. Понимаете? Тяжелый период означает, пришло время и человек чувствует, очень тяжело жить стало. Блин, что только не делаю, замуж не могу выйти. Это тяжелый период. Но тяжелые периоды зачем нужны? Для того, чтобы мы учились. Когда тяжелый период идет, человек лекции начинает слушать. Может, этого придурка послушать. Кого-нибудь, что-то надо делать вообще. Вот. Что-то надо делать. Человек начинает слушать лекции. Там песни почем, по-другому, по-другому. Вот. И раз, вроде не пробудет, вроде нормально. Еще послушал, а легче уже стало. Вон, классно, слава Богу. То есть знание, нужно знание. Когда тяжелый период приходит, человек знание получает. Я вам рассказываю, что есть циклическое влияние судьбы. Люди удивляются. А что мне плохо? Что такое? Может, глазят кто, испортят? Да кому мы нужны? Знаете, сколько надо сил потратить, чтобы человека сглазил? И то, если ему не положено, ничего не получится. Вот ты можешь кого-то сглазить, если ему положено. Если у него действительно есть проблемы. Тогда, ну, то есть он по судьбе нагрешил, его можно сглазить как-то. А если он ничего неплохого не делал, ты хоть, хоть, как бы, у тебя геморрой вылезет там, все равно его сглазить не сможешь. Потому что санкции, то есть это делает Бог, а не человек. Человек не может взять и просто сам повлиять на судьбу другого человека. Потому что судьба находится в руках Бога. Не в руках людей. И все люди, как марионетки, в руках Бога находятся. Они, люди не могут менять судьбу другого человека. У нас нет такой возможности. Вы можете, допустим, паспорт сделать? Вы себе, допустим, американский паспорт можете сделать? Ну, а американец какой-нибудь, можете себе паспорт сделать? Нет. Это в руках государства находится. Это решает власть. А если человек и делает паспорт, то он становится преступником. Потому что этот паспорт какое-то время можно там показать, но потом тебя поймают и посадят. Точно так же никто не может никого сглазить. Но если, допустим, мужчина бросает жену, ну, как это естественным образом происходит? У ней там несколько детей. Она на него понадеялась. Маленькие дети. Ей надо с детьми сидеть. А у нее нет денег. Потому что она не работает. Маленькие дети. А он ее бросил. И она думает, да блин, что тебе за это? Как-то думаете, сбудется? Обязательно. Потому что она имеет на это право. Он совершил поступок. Она ему выбрала наказание. Она может и не наказывать сама. Потому что его все равно накажет Бог. Но в этом случае Бог учитывает ее пожелание. Что ему выбрать в качестве наказания? Например, она говорит, что бы ты сдох за это? Да. Допустим, Бог смотрит. Вроде бы, как бы, за это такое наказание не положено. Ну, не дотягивает, чтобы сдох. Ну, тогда он сдохнет чуть-чуть. Например, тяжело заболеет. И такой Ааа, что же делать? Это, наверное, потому что я жену бросил. Господи, господи, прости. Ладно. Прощаю. На первый раз. И он начинает выздоравливать. И звонит жене. Говорит, я прости, что я тебя бросил. Чти сдох. Он говорит, правильно, я тебя прокляла. Он говорит, ну ты, блин, аккуратнее. А ты что не аккуратнее сам-то бросать такое время, когда ты маленький ребенок и работать не могу. Да, что-то я проклятирую. Вот. Ну, вот и все. Как бы проклятируюся, получил результат. Понятно? Поступки. Это важная вещь в нашей жизни. Поступки. Мы думаем, я что, никто не видел. Бог все видит. Или Геннадьевич. Почему? Потому что Бог может все показывать. все открыто. Кто может, кому довозволено, он может видеть. Все открыто. У человека все поступки снаружи. Ничего не спрячешь. И они влияют на нашу жизнь. Создают судьбу будущего. И вот циклическое влияние времени это и есть проблема. Ну, там есть два варианта циклического влияния времени. Есть время, которое приносит удачу. Все хотят удачу. Кто не хочет удачу, поднимите руку. Вы не хотите удачу? Ладно. Это вызов. Я вам поделюсь. Я тоже не хотел удачу. Я даже молился. Это было где-то 15 лет назад. Почти 20 лет. 20 лет. Почти 20 лет назад. Слушай, 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 спокойствие. Спокойствие, слушай. Это было почти 20 лет назад. Я чувствовал себя очень хорошо, сильным. Я начал читать молитву. Есть такая молитва царицы Кунти. Я начал читать Господь по лишнению беды, чтобы я всегда молкому для тебя. Ну, целый месяц молился, он мне посылает. Он думал, ну, не надо тебе этого. Но я настаивал. И Господь послал. Вот тогда когда-то стресса, и я что-то больше так не молил. Я как-то так переходил. Удача очень нужна человеку в жизни. Даже очень сильная. Удача это не то, что тебе по судьбе не положено и ты не получаешь. Удача это когда тебе дарят улыбки, когда тебе дарят подарки, когда тебя любят, когда Господь награждает тебя за то, что ты делаешь добрый дарят. Удача это энергия Бога, это Его милость. Вот милости каждый человек должен хотеть в жизни. Потому что бывают ситуации в жизни, когда ты сам не справишься. И тогда Господь хочет, ну, человек хочет милости. И когда человек гордится собой, он длительные перелеты, я всегда в молитве пытаюсь понять, будет несчастный случай или нет. Ну, в основном нормально все. Но один раз я летел в Израиль и я в молитве увидел, что я могу погибнуть. и я такой ах-ха-ха! Да я не полечу в Израиль! Простая мысль пришла в мою голову. Но за ней последовало следующее. Ну, если как бы у тебя в это время опасность может ты и не в Израиле rale надо все равно промаливать. Я начал промаливать. Промаливал промаливал несколько месяцев. Вот она начала уменьшаться и я в молитве чувствую эту опасность. Она уже минимальная и жизни не угрожали я тогда думаю о чем не тогда мешает полететь в израиль ну я решил не отменять эту поездку но решил провести эксперимент изучал как все это будет приехал в израиль сказал всем водите осторожно не опасно все водители осторожны я смотрю на каждый раз поездку на каждой машине смотрю никакой опасности там потом обратный рейс узнал погоду в израиле нормально погоду в москве нормально думаю что какая-то иллюзия никакой опасности полетел в москву сообщают эти стюардессы что неожиданно в москве началась буря перед самым началом полета и самолет не может сесть шквальный ветер кружит над москвой вырабатывает топливо и я смотрю на людей которые в самолете все должны погибнуть все прям до одного человека бог собрал все в москве в москве Продолжение следует...